Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете, США проходит судебный процесс, на котором выдвигаются обвинения против лиц, участвовавших в компании OneCoin. И возможно вам интересно узнать, на каком этапе находится расследование сейчас. Были озвучены следующие даты. Вынесение приговора по делу Себастьяна Гринвуда, 18 декабря 2020 года. То есть это произойдет уже в этом месяце. Следующая дата. Вынесение приговора по делу Гилберта Арменты, 29 января 2021 года. То есть это получается уже после нового года. Вынесение приговора по делу Марка Скотта, 25 февраля 2021 года. То есть я раньше думал, что приговор будет вынесен уже в декабре, в этом месяце. Но похоже, что все сдвигается на несколько месяцев. Контроль виновности Дэвида Пайка, 4 марта 2021 года. Ну, само выражение контроль виновности, оно не очень понятно. Если кто-то владеет юридическим английским, пожалуйста, поясните в комментариях, что это значит. Наконец, контроль вынесения приговора по делу Константина Игнатова. В английском это звучит как sentencing control. По всей видимости, это какой-то юридический термин, который я до конца не понимаю. Что такое контроль вынесения приговора? Если вы знакомы с американской юриспруденцией, то, пожалуйста, поясните в комментариях к этому видео. Итак, это произойдет 14 мая 2021 года. Во всяком случае, те, кто радовался, что Константина Игнатова якобы освободили, как видим, это совсем не так. Как минимум до 14 мая 2021 года он будет оставаться в США для дачи показаний. И, видимо, в это время будет решаться судьба его самого. Но, какая мера пресечения или какое наказание будет вынесено ему, это уже будет решать суд. Ну, а мы будем держать руку на пульсе. И вот на одном немецком сайте опубликована информация о том, что были предприняты определенные юридические действия в Германии. Перевод статьи на русский. Ван Коэн. Прокуратура подает в суд на трех обвиняемых. Новый поворот в расследовании вокруг предполагаемой криптовалюты Ван Коэн. Прокуратура Билли Фельда хочет привлечь трех человек к ответственности. Адвокаты обвиняемых отвергают обвинения. Это один из самых больших инвестиционных скандалов. Криминал вокруг криптовалюты Ван Коэн. По некоторым оценкам, в компанию были привлечены инвесторы по всему миру более чем на 4 миллиарда долларов. Даже продюсеры из Голливуда хотят снять фильм о скандальной кампании. В нем также примет участие лауреат премии Оскар Кейт Уинслет. Сейчас идет юридическая проработка дела в Германии. Прокуратура Билли Фельда в районном суде Мюнстера выдвинула обвинение против трех человек. Как сказал представитель суда, следователи обвиняют двух человек в том, что они совершали платежные услуги без разрешения и перевели более 300 миллионов евро на Каймановые острова. Третий обвиняемый, как говорят, был привлечен к уголовной ответственности за умышленное отмывание денег, а также помог перевести деньги за границу. Он предположил, что криптовалюта оказалась в центре финансового мошенничества. Гамбургский адвокат Стефан Шуленберг сказал, что его клиенты не знали, что необходимо разрешение на такие операции. Ни ваш тогдашний адвокат, ни ваш налоговый консультант не обратили бы на это внимания. Другой клиент действовал добросовестно, его следует считать невиновным. Майкл Хойхмехер, адвокат третьего обвиняемого, не задекларировал ходатайство об открытии дела из-за отсутствия достаточного количества оснований. По его мнению, применяемый закон противоречив и может толковаться по-разному, и это не должно нарушать интересы его клиента. Суд должен рассмотреть выдвинутые обвинения. В то же время прокуратура Биллифельда провела расследование в отношении девяти подозреваемых, проходивших по этому делу в течение нескольких лет, а также рассмотрела обвинения в мошенничестве. Четыре дела уже закрыты, а два других все еще находятся в процессе рассмотрения. Главным идеологом OneCoin является бывший консультант по менеджменту Ружа Игнатова, который в ходе шумихи вокруг биткоин набирал инвесторов для своей криптовалюты. Игнатова исчезла осенью 2017 года. Прокуратура Биллифельда теперь предполагает, что у Игнатовой никогда не было намерения создавать реальную криптовалюту. Вот такая информация на данный момент. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.